Иисус По слову святителя Феофана Затворника, в данной притче, разумеется, «богатый, который в самом себе видит много способов и много сил к своему благоденствию». Аллегорически понимает иносказание преподобный Максим Исповедник, по мысли которого «игольное ушко» – это тесные врата и узкий путь, ведущие в вечную жизнь, а верблюд – это искривленное естество язычников. Многие полагают, сравнением верблюда с богачом, а Царствие Небесного с игольным ушком порицает богатство. Однако, как отмечает святитель Иоанн Златоуст, им порицается не богатство, но те из людей, которые пристрастились к оному. Ведь если трудно войти в Царствие Небесное богатому, то что сказать о любостяжателе? Вместе с тем, по замечанию преподобного Ефрема Сирина и блаженного Иеронима Стридонского, сказав «трудно», спаситель не имел в виду «невозможно», ибо что невозможно человеку, то возможно Богу. Эта притча содержится также в Евангелиях от Марка и Луки. Произнес ее Господь, печалясь душою, что юноша не стал его учеником и предпочел тленное богатство нетленному. В Христовы времена вопрос о богатстве стоял остро. Имущественное неравенство, которое усугублял произвол мытарей, было горьким. Зависть и сребролюбие находили себе место. И в первую очередь потому, что духовные вожди народа, первосвященники из рода Аарона, утратили дух ревности о боге, какой был у Маковеев, и пристрастились к материальным преимуществам, которые давал им высокий сан. И они, получившие имя Саддукеев, полагали, что по достоинству получили его, в награду за якобы благочестивый образ жизни. В противоположность им появились фарисеи, которые жили небогато и зарабатывали на хлеб усиленным трудом, а излишки отдавали на благотворительность, ожидая награды в Царстве Мессии. Поэтому народ признал их, а не саддукеев, духовными авторитетами. Однако во времена Христа и они уклонились к сребролюбию и привязались к богатству, думая, что достойны его за прилежность в изучении Торы. От фарисеев же сребролюбием заражался и простой народ. Но разве этому учил их закон Божий? Действительно, в Ветхом Завете Господь обещал награду за верность Ему и в том числе богатство. «И даст тебе Господь Бог твой изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Второзаконие, глава 28, стихи 11-12. «Но истинно благочестивые в первую очередь по заповеди любили не деньги, а Бога. Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра», – восклицал псалмопевец. Псалом 118. Примером для израильтян был праведный Иов, который был богат. Дьявол пытался оклеветать непорочного человека. «Разве даром богобоязнен Иов? Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Но Иов не согрешил перед Господом, оставшись в полной нищете. И Господь щедро вознаградил его. Уже в ветхозаветное время появились подвижники-нестяжатели, носивший в лосиницу Илья, преемник его Елисей и многие сыны пророческие. Богатство в Ветхом Завете не осуждалось, но сребролюбие порицали все пророки. И, наконец, Господь пророков изрек. Богатство – такое сильное препятствие для достижения Царства Небесного, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Чтобы точнее понять, о ком говорит Христос, обратимся к Евангелию от Марка, где говорится, трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Евангелие от Марка, глава 10, стих 24. Что означает, что к богатству нельзя прилепляться, как к кумиру. Богаты были Иосиф Аримафейский и Никодим, но они были истинными христианами, которые с готовностью отдавали свои сбережения ради служения Богу. Но надеющийся на богатство, как сказал Соломон, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи Соломона, глава 11, стих 28. Сравнение, употребленное Христом, настолько потрясающе, образ настолько невероятен, что некоторые думали, что он иносказателен или возник из-за ошибки переписчика. По одной гипотезе, вместо слова «камелос» – верблюд, в оригинале стояло слово «камелос» – канат, и тогда образ получался уже не таким гротескным. Легче канат протянуть сквозь игольное ушко, чем войти в Царствие Божие богатому. Другая версия гласит, что в одном месте Иерусалима была пара ворот, – главные, закрывавшиеся на ночь, и меньшие, названные по тесноте игольным ушком. Чтобы провести верблюда через последние ворота, его надлежало полностью развьючить и протащить с невероятным трудом. Экскурсоводы Иерусалима показывают якобы те самые ворота, но нет документальных свидетельств, что они назывались игольным ушком. Вместе с тем, нет нужды прибегать к этим версиям и лишать употребленную Христом гиперболу ее выразительности, потому что Спаситель сопоставил самое большое животное, использовавшееся в Палестине и Аравии – верблюда, и самое маленькое из известных отверстий – игольное ушко. О подлинности выражения свидетельствуют и аналогичные фразы иудейских мудрецов, живших в Вавилоне, где был известен индийский слон. «Провести слона сквозь игольное ушко» – метафора, обозначающая что-то нелепое и невероятное. Итак, смысл притчи тот же самый, что и у выражения из Нагорной проповеди. Не можете работать Богу и Маммоне, поэтому и нам, если хотим быть совершенными, нельзя работать двум господам. Не каждый настолько ревностен, чтобы полностью отказаться от имения, но каждый способен жить без излишков. «Мое серебро и мое золото», – сказал Господь. Книга пророка Аггея, глава 2, стих 8. «И сколько бы ни дал нам богатство Господь, будем относиться к Нему только как распорядители, а не как владельцы, не прилипаясь к Нему душой». Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok